Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня с вами небольшой будет вебинар на тему оформления чертежей в NanoCAD BIM конструкции. Пример у нас узел из реального проекта Лахта-центра. Я сразу скажу, что узлы сложные, поэтому не гарантирую на 100%, что все пройдет идеально гладко. Тем не менее, это даже к лучшему, потому что вы будете понимать лучше возможности программы в плане оформления. Итак, первым делом создадим с вами разрез, чтобы потом вынести его на вид. Вкладка BIM конструкции. И мне нужно выбрать опцию «Определить вид». Я буду вручную делать этот разрез и править его границы так, как мне необходимо. Требуется указать имя разреза. Пускай он останется так с именем А. Нажимаю Enter и указываю первую точку разреза. Значит, вид мне нужен сбоку, поэтому укажу первую точку вот здесь. Вторая будет вот здесь. И глубину давайте сделаем вот такую вот примерно. Высоту произвольно. Сейчас это дело мы все подредактируем. Используя ручки формы, подтяну разрез так, как мне нужно, чтобы попадали все необходимые элементы. Высоту также изменю. Сечение у меня вот здесь будет проходить, поэтому тут также подправлю немножко. примерно вот так вот, чтобы разрезала верхнюю пластину и полностью попадали горизонтальные балки. У нас немножко тут проблема с графикой образовалась, поэтому вызову команду регенерацию. Реген. Разрез мы получили. Теперь давайте вынесем его на лист. перехожу в пространство листа, соответственно, и выбираю опцию вставить проекцию. У меня имя сечение одно. Оно меня устраивает. Точку вставки предлагает она мне XY по нулям. Я скажу то, что укажу вручную на экране. масштаб выберу покрупнее, один к двадцати. Тип проекции, вид спереди. Оставляем так, как есть. Параметры изображения сделаем именно набор блоков в текущем чертеже. Чуть позже объясню, почему здесь я выбрал именно такое представление. Эти настройки остальные оставляем по умолчанию. Только отмечу то, что показывать невидимые линии я не буду. Если они мне там понадобятся, их, во-первых, мало, и это можно собственно доделать уже непосредственно инструментами платформы, чем править все невидимые линии, которые нам не покажут. Включать в проекцию объекты. Тут соответствующие условия из выпадающего списка настроить. У меня уже выбраны все категории, которые нужны. Это болтовое соединение, металлоконструкции и оборудование. Если бы были какие-то еще, соответственно, я бы проставил галочки у соответствующих типов. Оборудование это у нас все наши пользовательские компоненты, которые мы берем из библиотеки. Подразумевается. Нажимаю ОК. И можно было бы применить оформление вида, какие-то автоматические простановки размеров, выносок. Но для узлов такого рода нерентабельно использовать мы пойдем с вами несколько другим путем. Поэтому здесь я ничего не выбираю и нажимаю ОК. И размещаю свой разрез на листе проекция готова. Теперь мы можем с вами начать оформлять наш чертеж. Первое, что я сделаю здесь это воспользуюсь штриховкой с вкладки оформления и заштрихую те элементы, которые у меня входят в сечение. Образец оставлю ANSI 31. Меня он устраивает в данном случае. И нажму добавить точки выбора. она мне подсвечивает мой предварительный выбор. Как мы видим, просто прокликиваю все, что у меня должно быть заштриховано. И после того, как я это сделал, нажимаю Enter и еще раз. Окей. Масштаб можно поменять, в принципе, на единичку сделать. Вот так вот. теперь прострою осевые линии. Здесь тоже воспользуюсь стандартным инструментом. Складки главное. Например, отрезок. и просто прочерчу эти линии. привязку лучше, конечно, очистить все здесь и поставить собственно середину. еще Орто включить режим. Так вот пойдет. . здесь можно их вытянуть командой увеличить я это сделаю произвольно так как у меня должна быть штрих пунктирная линия соответственно выберу все эти осевые и просто задам слой в котором у меня уже все настроено осевые 2d проекции с осевыми разобрались теперь давайте решим проблему с болтовыми соединениями у меня должно быть условное обозначение болтов соответственно которые смотрят от меня и которые у меня повернуты будем так говорить под углом 90 градусов да вот я про эти говорю я сейчас расставлю условные обозначения болтов и для этого мне потребуются блоки блоки были заранее заготовлены отдельно их покажу это вот вид сверху болта это вид сбоку вот их я буду размещать здесь у себя на разрезе для этого перехожу на вкладку вставка и говорю вставка блока выбираю нужный блок и нажимаю ok давайте включим центр проверю чтобы это был высокопрочный болт а точнее его условное обозначение это просто болт высокопрочный выбираю и переключаю треугольничек появился место ромбика теперь его просто повернул так как мне нужно и дальше раскопирую то же самое проделаем и с условными болтами вид сбоку вставка вставка блока болт сбоку убедился то что выбрал то что нужно и нажимаю ok да с болтами здесь отдельная история которые сделаны блоком мне придется поменять их масштаб вручную здесь смотрю первое одинаковый масштаб чтобы стояла да по умолчанию так и есть и прописываем место единицы значение в данном случае наверное 0.1 будет здесь и уже размещаю болт так как мне нужно давайте его повернем чуть-чуть не срабатывает привязка сейчас ну поставлю примерно вот так вот она мне даст это сделать не дает давайте оставим вот так вот в принципе это все можно подтянуть аккуратно или же выбрать все вот так и вот так вот вот здесь побольше надо вот до сюда доводить и здесь до пластины вот так дальше их точно так же раскопирую можно прям наверное за угол потянуть это дело все и так как это обычный самый блок выберу их все и допустим могу воспользоваться инструментом зеркало удалить исходные объекты нет не нужно их удалять условное обозначение мы с вами разместили только мне не нужны именно линии которые пришли с проекции с реальных болтов да взяты поэтому их я просто удалю выберу эти блоки и нажму delete здесь вот это тоже придется нам вот так вот это вот и вот это вот почистить плюс отредактируем пластину потому что здесь штрих точнее пунктира быть не должно это вхождение блоков потому что я ставил набор блоков при создании данного разреза войду в блок сейчас тогда сделаем редактор блоков окей и эти линии я сотру наверное одну надо было все таки оставить вот так вот аккуратненько и сделаю так как мне нужно чтобы выглядела у меня проекция пластины закрываю с сохранением изменений ну собственно если нужна бы пунктирная линия то соответственно мы ее можем спокойно здесь добавить теперь давайте проставим выноски к моим пластинам здесь я не буду пользоваться именно платформой или инструментами спдс в данном случае мне нужна именно вкладка бим конструкции и опция выноска к проекции объекта выбираю кликаю на нужный объект здесь пластину я не вижу только болт поэтому выбираю другие и говорю то что мне нужно простроить выноску к пластине прокат листовой горячий катанный толщиной 32 миллиметра выбрал необходимый объект и далее у меня выпадающий меню где я должен выбрать тип моей выноски мне здесь подходит обозначение плюс марка стали кликая второй раз выноска у меня простраивается и в ней указана толщина сверху полки а снизу марка стали это дело я всегда могу пододвинуть так как мне необходимо чтобы мой чертеж был красивым приятно читаемым давайте так говорить соответственно все то же самое для других пластин наложу одну на другую чтобы было две выноски так как эти пластины одинаковой толщины и одинаковой марки стали так не туда поспешил немножко неровно исправим фасонку к примеру я чуть-чуть переиграю здесь значит тоже воспользуюсь выноской к проекции укажу на фасонку вот она толщиной 100 миллиметров тоже обозначение марка стали но к примеру у меня у меня по умолчанию строятся стрелочки а я хочу сделать точку всегда могу у этих марок это дело поменять в свойствах в свойствах найду стрелка параметр и выберу точка точка достаточно большая уменьшу размер по умолчанию здесь 3 допустим единица и вот таким образом мы с вами простраиваем марки но это стандартные инструменты здесь сложность заключается вся в том что у меня если мы посмотрим в модели вот этот вот часть назовем это раскоса она сделана единым примитивом у нее сложная подчиненная структура по сути это три пластины объединенные в один объект поэтому для них придется для таких создавать отдельные марки чтобы добраться до пластин давайте посмотрим свойства чтобы убедиться что это так да вот структура здесь следующий двутавр три пластины который состоит из двух полок толщиной 115 и стенки толщиной 102 миллиметра мне нужно проставить не к двутравру допустим выноску а к стенкам и полкам перейду обратно на лист и все то же самое только здесь я не ищу соответственно пластину потому что ее нету я должен выбрать как раз таки двутавр этот целиком если хотите так и сделать предварительно отдельно марку они у меня уже заготовлены называются подчиненные 1 2 и 3 здесь это делается в настройках то есть можно создавать свои марки прописывать формулы стандартные функции вот подчиненный к примеру своя формула для двоечки своя для 3 своя тем самым собственно решить эту проблему потому что если я воспользуюсь обозначением марка стали то он выведет мне не ту информацию да двутавр 3 пластина то есть просто имя сейчас мне вывел и все меня это не устраивает воспользуюсь своими выносками балка это подчиненный получается 3 115 балка подчиненный 2 это у меня стенка давайте куда-нибудь ее тоже вынесем вот сюда ну и собственно верхняя полка подчиненный 1 это естественно все параметры у компонентов считываемые автоматически то есть если мы меняем ту же самую марку стали то и при обновлении проекции у нас это все дело поменяется давайте проставим теперь швы для этого я воспользуюсь здесь инструментов инструментом спдс так как в 3d они у меня не сделаны и для км смысла не вижу делать проще уже оформлять используя готовые инструменты спдс вот здесь вот сварной шов на вкладке спдс активирую такое окошечко у меня не монтажный шов и угловой поэтому выберу данный тип и прострою обозначение швов катит шва вот он другая опция укажу нужные мне грани и получу на виде свои катеты вот так вот размеры мы также не простраивали автоматически поэтому воспользуемся тоже спдс да они не будут динамически меняться как и те же самые катеты и все что мы делаем с помощью спдс тем не менее инструменты здесь достаточно гибкие удобные и в случае изменений в проекте поправить дело это все можно достаточно быстро выберу параллельный размер и проставлю их так как мне это нужно у меня проблема явно уже с масштабом я его поменяю сразу на нужный глобально у меня нужно поставить здесь 1 к 20 этот размер я уже сделал я выделю так вот только масштаб измерений мне нужно проставить не то проставил значит переопределим для этого разреза m1 20 сделаем здесь вот звездочка у нас показано то что только для выделенного меняю потом escape и проверяем масштаб по умолчанию глобальный какой сейчас 1 к 20 отлично могу дальше простраивать свои размеры только масштаб символов тоже желательно изначально выставить необходимый так что-то пошло не так с масштабом символов слишком большой стал ну-ка 2 к 1 наверное все-таки да давайте тогда начерчу так как есть это все дело а потом поменяю масштабы измерений поставлю 1 к 20 мне нужно здесь получить префикс чтобы знать количество болтов и расстояние между ними поэтому кликаю на редактировать размер тем самым в префикс вбиваю с клавиатуры формулу 4 на 4 на 120 равно здесь то же самое она она у меня в подсказку вводит и дальше могу там если нужно какие-то размеры подредактировать что касаемо что касаемо комментариев выносок то их если нужно но если они нужны а здесь они нужны соответственно можно выполнить опять-таки инструментом спдс выноски а не вкладкой да не используя инструменты бим-конструкции например давайте сделаем следующее здесь я дополнительную линию прочерчу для выноски так вот и воспользуюсь позиционной выноской здесь просто вписываю нужный мне текст там торцы фрезеровать и нажимаю ок расстраиваю спдс выноску с комментарием и так в общем-то оформляется собственно узел давайте выведем еще разрез сечения для этого я сделаю следующее вызову контекстное меню и скажу что мне нужно создать вид по разрезу имя разреза пускай будет один и укажу его на чертеже так лучше это сделать с теми линиями которые у меня есть чтобы разрез был перпендикулярно у нас наклонной балки потом его подправить смотрит у меня он в эту сторону так вот и говорю то что это будет отдельная проекция воспользуюсь профилем уже настроенным для данной проекции и выведу это дело себе на лист придется его редактировать во-первых да масштаб немножко не тот это всегда можно здесь в настройках будет поменять но лучше конечно сначала сделать границы выбрать правильный масштаб а потом уже размещать поэтому это дело я удалю и перейду в модель мой разрез вот он простроился помимо обозначения на узле и я его также как и предыдущий могу подредактировать так сделаем его побольше так вот наверное и несмотря на то что я его удалил я могу заново естественно простроить теми же инструментами допустим вставить проекцию он у меня появился в списке я говорю указать на экране масштаб 1 к 10 вид спереди набор блоков все остальное оставим по умолчанию и нажимаем ок давайте вот здесь размещу его так немножко мне надо только его будет пододвинуть потому что мне нужно сечение вот этой балки не на на стыке перемещу его давайте вбив с клавиатуры значение допустим 50 миллиметров вот так пододвинем и обновим здесь слетела у меня накладки я понял в чем дело давайте я их просто удалю сейчас вот эти вот их надо просто подправить их габариты было обновить проекцию собственно болты все то же самое условными обозначениями простраиваем они нужны да удаляем или же соответственно либо контур надо поправить по хорошему на самом то деле нужно сделать так чтобы разрез до сечения не рассекала болт тогда все станет намного лучше оно у меня судя по всему если я посмотрю спереди да рассекает давайте 15 миллиметров пододвину так так вот наверно будет выглядеть получше ну да если еще пододвинуть то соответственно пластины будут цельными а вот вот эти еще болты да попадут сечения так так пододвинуть 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 рамку также тут настроить так как мне нужно и дальше уже заняться тем же самым оформлением размеры выноски и прочие вещи штриховка и так далее то есть по сути все то же самое ну в принципе на этом все что хотел показать я вам сейчас продемонстрировал спасибо что пришли спасибо за внимание то что уделили время надеюсь с оформлением металлоконструкции уж по крайней мере чуть-чуть но стало яснее спасибо спасибо Продолжение следует...